Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 ноября. Светитель Митрофан, епископ Воронежский. В миру Михаил родился 8 ноября 1623 года. В синодике, принадлежавшем святителю, перечень имен начинается с лиц облеченных в священнический сан. И это дает основание полагать, что он родился в семье потомственных священников. Из духовного завещания святителя Митрофана известно, что он родился от благочестивых родителей, воспитанными в непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере. До 40-летнего возрасте святитель жил в миру, был женат, имел сына Иоанна и служил приходским священником. Местом пастырской деятельности Ирея Михаила было село Сидоровское, расположенное у реки Малохты, притока Тезы, впадающей в Клязьму, недалеко от города Шуи, ныне Владимирской области. Лишившись супруги, священник Михаил принял постриг с именем Митрофан в Золотниковской пустыне в 1663 году. В синонике обители запись рода святителя Митрофан начинается словами «Род черного священника Митрофана Сидоровского». Через три года иноческой жизни иеромонах Митрофан избран воегумена Яхромской косминой обители. Этим монастырем он управлял десять лет, проявив себя усердным настоятелем. Его заботами здесь воздвигнут храм в честь нерукотворного образа всемилостивого Спаса. Патриарх Яаким в 1674-90 г. узнав о высоком благочестии святого Митрофана, возвел его в 1675 году в Сан-Архимандрита знаменитого в то время Макариево Унжинского монастыря. Там по печеньям святого был сооружен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с трапезной и колокольней. На Московском соборе 1681-82 г. в числе мер для борьбы со старообрядческим расколом и в целях улучшения христианского просвещения среди православного населения было решено увеличить число епархий и открыть новые кафедры – Воронежскую, Тамбовскую, Холмогорскую, Великоустюшскую. Святой Митрофан был вызван в столице 2 апреля 1682 г. посвященного епископа Воронежского патриархам Иоакимам и 16 архипастырями. Начало епископского служения святителями Митрофана совпало с тяжким для Руси временем смут и церковного раскола. По прибытии в Воронеж святитель прежде всего разослал пастырем своей епархии окружное послание, в котором призывал своих посомок к нравственному исправлению. «Честны иереи Бога Вышнего!» – писал святитель. «Вожди стада Христова! Вы должны иметь светлые умные очи, просвещенные светом разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа вы должны быть самым светом, вы есть свет миру. Христос Спаситель, вручая пасту апостолу своему, трижды сказал ему «паси», как бы внушая тем, что три есть различные образы пасения. Слово учения, молитва при пособии святых тайн и пример жизни. Действуйте и вы всеми тремя способами, подавайте пример доброй жизни, учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их святыми тайнами. Наипаче же неверных просвещайте святым крещением, а согрешивших приводите к покаянию. Будьте внимательны к болящим, чтобы не отошли от всей жизни без причащения святых тайн и помазания святым елеем». Святитель Митрофан начал архипастерскую деятельность в постройке нового кафедрального собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и взамен ветхого деревянного храма. В 1692 году собор с пределами во имя архистратига Михаила и святителя Николая был освящен. Во время 20-летнего святительства святителя Митрофана количество храмов в епархии возросло со 182 до 239. Было основано два монастыря – Вознесенский, Каратаяхский и Троицкий, Битюкский. В существовавших монастырях он заботился об искоренении, нестроении, беспорядках и утверждении строгой жизни по иноческому уставу. Первый воронежский святитель ревностно заботился о нуждах паствы. Он утешал бедных и богатых, был покровителем вдов и сирот, заступником обиженных. Его дом служил гостиницей для странников и лечебницей для больных. Молился святитель не только о живых, но и об усопших христианах и особенно о воинах, павших за Отечество, вписывая их имена в стенодик. Поминая их за проскомидией, святитель Митрофан говорил, «Ассе праведна душа, то большей части подоблено бывает, ассе ли грешно, то будет причастница милости Божией». Известно о большой дружбе святителя Митрофана с святителем Петеримом, епископом Тамбовским. Они не только поддерживали переписку, но и встречались для духовных бесед. История основания близ Тамбова Трегуляевского и Иоанна Предтеченского монастыря связана с дружбой святителей. 15 сентября 1688 года святитель Митрофан посетил святителя Петерима. Втроем с ними был священник Василий. Они совершили прогулку в места уединенных молитв Тамбовского архипасторя и избрали место для будущей обители. Святитель Митрофан, как человек высокого патриотизма, своим нравственным авторитетом, милосердием и молитвами, содействовал преобразованием Петра I, необходимость и цель которых хорошо понимал. При постройке Воронежа флота для похода на Азов святитель Митрофан убеждал народ всемерно помогать Петру I. Это было особенно важно, ибо многие считали устройство флота делом бесполезным. Святитель не ограничивался только советами царю, но оказывал материальную поддержку государственной казне, нуждавшейся в деньгах для строительства флота, и отдавал все свои средства, сознавая, что они идут на благо Родины. Патриотические чувства святителя соединялись в его душе с непоколебимой верой и строгостью православных убеждений, ради которых он не боялся навлечь на себя царский гнев. Так святитель отказался идти во дворец к Петру I, потому что там стояли статуи языческих богов, и хотя за ослушание царской воли святителю грозило опало, он остался непреклонен. Петр приказал убрать статуи, и с того времени проникся еще большим уважением к святителю. Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, приняв перед смертью схему с именем Макарий. Погребение совершено было 4 декабря. Царь Петр I сам внес гроб святителя от собора до усыпальницы. Прощаясь, он сказал, «Не осталось у меня больше такого святого старца. Ему же будет вечная память». Одним из замечательных памятников жизни и деятельности святителя Митрофана является его духовное завещание. В нем говорится, «Судьбами Божьими дошел я до состарения и ныне изнемогая естественной моею силою. Всего ради судил я написать сие последнее мое писание. «Когда душа моя грешная разрешится от союза плоти, вручая ее благоутробию премудрого Бога ее создавшего, да приимет ее милостиво, как дело рук своих, а кости грешные предаю матери всех, чая оттуда воскресения мертвых». Далее, обращаясь к пастырям и посолам, святитель говорит, «Простец, согрешивший за одну только свою душу, даст ответ Богу, а иереи будут истязаны за многих, как не родевшие, а овцах, с которых собирали млеко и волну шерсть. Для всякого человека такого правила мудрых мужей таково. «Употреби труд, храни мерность, богат будиши, воздержно пий, мало яшь, здрав будиши, твори благо, бегай злаго, спасен будиши». Память святителя Митрофара установлена в 1832 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.